за последние полгода exit полностью обновил свою актуальную линейку автомобилей мы уже снимали новый lx снимали новый txl снимали rx и наконец-то очередь дошла до самой младшей модели наверное одной из моих любимых моделей по форм-фактору в общем встречать обновленный exit так как это компактный кроссовер для активного отдыха для молодых людей мы решили сегодняшний обзор также активно провести поэтому вместе с вами мы поедем сегодня на волгу нашли интересную локацию до которой пока мы доедем мы успеем и протестировать автомобиль на трассе и на грунтовой дороге и шумоизоляцию оценить в общем все его преимущества плюсы и минусы начнем с самого главного самого наверное важного изменения в этом автомобиле это интерьер он полностью выглядит по-другому стал намного современнее начиная от того что когда мы снимали предыдущий lx мы очень сильно много внимания уделяли рулевому колесу рулю самому форме его то что он был страшненький с каким-то вторым подбородком сейчас он такой же как на exit rx симпатичный здесь кнопки они физически удобно расположены и в принципе ими удобно пользоваться но выглядят они как сенсорные есть конечно в нем нюанс то что он весь глянцевый постоянно все это заляпано но к сожалению красота как так сказать требует жертв здесь на центральной консоли тоже самое выглядит все симпатично пока чистая пока новая но если мы приглядимся мы сейчас обязательно сделаем подъем все уже заляпана все грязное хотя машина проехал 260 километров это особенность глянцевого пластика который можно чистить специальными составами и он будет принципе выглядит также симпатично но недолго и защитить его навряд ли получится потому что здесь все такое из микроэлементов состоит в общем готовьтесь просто к тому что он будет всегда вот такой невзрачный некрасивый в пыли в грязи в остальном интерьер конечно выглядит очень свежо новая торпеда все из мягких приятных материалов обновленные экраны сочной графикой все интуитивно понятно я вчера себя поймал на мысли когда эту машину забрал что в этой мультимедиа либо я так легко разбираюсь потому что часто с ними взаимодействую либо здесь уже все стало интуитивно понятнее потому что раньше в китайских машинах если заходишь мультимедиа то можно просто разбиться здесь обменю сейчас все легко настройки пожалуйста любые carplay сверху вниз смахнули 1 шторка с быстрым доступом снизу вверх климатическая установка в дорестайлинге не было на приборной панели вот этих кнопок здесь это регулировка яркости и регулировка громкости мне очень понравилось я уже попользовался этим смотрите включая аварийку она очень тихо работает потому что я ее убавил а до этого завода она вот так шумела то есть я могу ее убавить и это прекрасно просто когда ты особенно стоишь ждешь кого-то на аварийке долго ты ее убавил она тикает ты это видишь но никак не себя не раздражаешь и никого вокруг и то же самое с подсветкой экрана здесь она регулируется мы можем убавить прибавить яркость ночью правда это все само автоматически переключается из светлого в темное в принципе не сильно требуется но если кому-то напрягает глаза то можно убавить блок климат-контроля стал сенсорным есть плюсы и минусы внешне он конечно же выглядит симпатично из минусов я нашел то что если попадает солнце на сам блок то мы не видим ничего то есть вот допустим авто сейчас работает я не вижу что она подсвечивается для того чтобы не узнать есть она или нет я смахиваю здесь и понимаю что авто включено и так любая функция не совсем удобно но и не критично скажем так честно говоря такая двоякая вот эта штука она вообще в принципе зачем тогда нужна если она сенсорная что тут что там да не знаю в общем то можно было это место как-то по-другому обыграть сделать что-то более полезное либо больше экран хотя здесь дефлектор не знаю но мне показалось что двойной сенсорный климат это наверное лишнее если отодвинуть шторку вот здесь кстати она так достаточно премиально отодвигается с щелчками все сделано качественно здесь есть беспроводная зарядка телефон умещается хорошо мы видим что он заряжается вот здесь индикатор есть входы type-c обычный usb наконец-то производители начинают понимать что есть не только обычный usb старинный а есть уже устройство точнее большинство устройств идет с type-c подстаканники удобно все расположено под рукой все также остался вот этот маленький селектор передач который пальцем переключается это и неудобно с одной стороны требует какой-то привычки с другой стороны я за несколько дней уже к этой машине привык и уже в принципе не кажется таким странным это решение удивило меня то что этот селектор остался на прежнем месте его не перенесли под руль как это сделано на всех новых exit на этом же rx это excel и так далее огромная такая шайба под правой рукой это шайба переключения режимов здесь шесть режимов раньше всегда было только три эко нормал спорт сейчас 6 это и спорт и снег и грязь и 4 на 4 это у нас полноприводная версия есть еще версии с передним приводом здесь же под рукой сенсорные кнопки включения обогрева сидений они сенсорные нет ну-ка нет это не сенсорные кнопки вот опять это такая же тема как в exit vx они в виде сенсорных сделано но их нужно нажимать если мы не нажимаем а просто прислоняем то ничего не работает ну и соответственно электронный ручник здесь в уголке незаметно располагается кнопка аварийки тоже это такой момент что всегда нужно знать где на если вот так с насколько нужно резко ей воспользоваться будешь искать потому что тут она вот не совсем очевидно да конечно если приглядеться ее видно но вообще где-то ждешь ее вот здесь или уже хотя бы вот здесь потому что мы привыкли что она на рx там очень удобный подлокотник он здесь большой ты можешь класть локоть в любую точку ничего не мешает здесь нету никаких кнопок даже кнопка открытия этого подлокотника она не под локоть мы на это обращали внимание в других машинах он сам по себе огромный с подсветкой охлаждаемый и смотрите просто по локоть вместо в любая бутылку туда свободно залезть еще из приятного то что здесь кнопки регулировки сидений остались на том же месте они под рукой не на двери как на других более старших моделях мне это нравится больше это для меня конкретно и для части людей будет намного удобнее потому что так регулировать неудобно левой рукой и самое главное что здесь сиденья сами по себе изменились они абсолютно другой формы они выглядят более спортивно-современно здесь интегрирован подголовник сами сидения но есть нюанс в том что они не сильно проваливаются вниз то есть регулировки вниз не хватает и за счет этого ты сидишь очень высоко такая достаточно кроссоверная посадка это наверное я бы назвал для себя конкретным минусом потому что я так не люблю высоко сидеть но и то есть и к сожалению никак по-другому не настроить и так как я высоко сижу соответственно у меня ноги упираются в самые вот тут выпираемые части это ручка с одной стороны и вот здесь расширение если бы я сидел ниже соответственно я бы проваливался там вот а так я упираюсь из-за этого чувствую себя не так удобно по качеству материалов новый lx не стал хуже для современной машины это важно потому что многие в целях удешевления делают более жесткий пластик здесь двери как спереди так и сзади мягкие есть приятные строчки нету обычного хрома везде он такой в интерьере используется притемненный выглядит он намного дороже и на нем не видны почти отпечатки мне не понравился вот этот сомнительный материал который применили впервые в exit я до этого не видел его это и не тот материал который мы снимали вот он выглядит мягким но жесткий такой достаточно износостойкий это обычная какая-то ткань недорогая она и не алькантара какой-то такой материал который не вызывает доверия мне кажется что вот тут пыль будет постоянно осаживаться ты будешь ее протирать и как будто быстро она придет в негодность но это опять же мое мнение это не факт что так будет я нигде не прочитал что это кожа обычно если там есть хоть кусочек какой-нибудь кожи на по об этом пишет брошюрах нигде не нашел поэтому этот материал заведомо называть будем кожзаменитель если вдруг там кожа то сильно не ругать в комментариях сам по себе материал этот мягкий приятный плюс вентиляция сидений помогает чувствовать на нем себя комфортно мне он понравился тактильно и понравилась сама набивка а еще важный момент что сидение не не показалось коротким вот сейчас мы едем по трассе я принципе по длине чувствую себя нормально кстати поясничный подпор тоже есть и он даже регулируется по высоте так вот 30 километров в час лежачий полицейский очень мягко и тихо самое главное тихо вот даже вот 45 сбитенько да что касается работы подвески она здесь такая упругая ее не пробивает и достаточно машина маневрена не сильно кренит да конечно крен есть потому что это кроссовер но очень послушно машина себя ведет и в кочке и на лежачих полицейских куда бы мы не заезжали пока что было приятное ощущение ощущение вот этой вот подвески которая действительно работает непосредственное что-то который вроде и шумит и вроде и работает а именно вот каждый каждый какую-то неровность мы ее ощущаем что она есть но при этом мы себя в машине ощущаем комфортно это важно сейчас мы еще поедем по грунтовой дороге и обязательно на этом тоже сделаем акцент посмотрим как она себя будет вести на более высоких скоростях на грунтовке есть ощущение на вот этих вот неровностях на всех вот этих неровностях все идет по плану скажем так нету какого-то гуляния по дороге кренов лишних даже резина чуть 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 резина загудела у нас но при этом я не почувствовал какого-то нереального крена и неуправляемым чтобы автомобиль резина здесь по моему какая-то китайская не очень хорошая ну или может быть она хороших но китайская однозначно не какая-то брендовая пиреле и прочие там дела мишлен еще разок да нет классная подвеска работает и за счет этой подвески управляемость для кроссовера отлично двигатель здесь 16 150 лошадиных сил идет он в паре с роботизированной семиступенчатой коробкой никогда не думал что я буду говорить что робот это хорошо но робот с мокрым сцеплением это отлично чувствуется что он правильно переключает быстро переключает и вообще в принципе как-то мы настолько привыкли к этим роботом что они такие все делаю так бесшовно без без каких-то пинков рывков что когда садишься на вариатор или даже классический автомат чувствуется что они работают по-другому и не нельзя сказать что лучше например тот же автомат у меня на полу работы чем вот этот робот здесь есть турбина есть роботизированная коробка динамика для кроссовера достойная на нем можно ехать быстро понятно что 1.6 это не какой-то мощный объем слышно конечно как двигатель шумит но при этом ускорение есть чувствуется и турбина шумновато конечно мотор работает опять же это еще мы едем эко мне динамики хватает долго мы не стали думать просто сейчас возьмем прибор драги и посмотрим насколько машина динамична очень плавно а что-то как-то дорога ровная он не верифицировал получается мы сейчас сделали один замер и у нас данные не верифицированы хотя дорога идеально ровная не знаю почему драги не считает ее ровной показала 10 и 9 примерно 11 секунд не могу сказать что это быстро на цифрах это очень медленно давайте пробовать очень плавный старт а потом прям пинок нет она просто эту дорогу не считает за дорогу 10 и 4 но короче говоря 10 и 9 там вот такой какой-то результат даже но пусть даже не верифицировано но ориентир где-то там 11 секунд это конечно не быстро и чувствуется что на старте машина начинает очень так бережно бережно трогаться и потом резкий пинок переключение дальше она едет динамично чувствуется как подключается турбина но за счет того что мы на старте теряем сильно много времени когда бережем коробку у нас получается по цифрам не очень но на скорости все равно это динамично и машина дает возможность динамично ехать кстати мы приехали на грунтовую дорогу здесь у нас уже начинается вот такой дачный раллиный участок здесь пока еще асфальт но мы уже сполна можем заметить как работает подвеска как попрыгунчик отлично скачет и нету какого-то ощущения что ты сейчас вот за заехал она начала прыгать ты теряешь руль все контролируемо все мягко плавно упруго подвеска мне понравилось почему в саратове у нас столько много хороших интересных мест до них нужно чтобы добраться вот так через всякие дачные коридоры какие-то проезжать и и и и и и все хорошее такие вот развлечения на турбазе которую мы нашли в часе и вот так локация симпатичная конечно. Чисто, птича. Пойдем сейчас пообедаем еще немного искупаемся и обратно сейчас мы едем за грузовиком и весь вот этот запах гари который обычно есть в салоне очищается мгновенно только стоит нажать очиститель и приятно комфортно ехать. Это необходимо в пробке я иногда просто мечтаю о такой функции потому что в пробке иногда с грузовиком рядом невозможно просто находиться в машине не то что дышать. Бак расположен со стороны водителя как у корейцев как у японцев и рычажок открытия снизу под сиденьем такой невзрачный достаточно дешевенький на скорости свыше 100 километров в час я не могу сказать что очень сильно слышно арки слышно работу колес но не критично в этом классе у одноклассников у некоторых шумоизоляция арок хуже если мы нажмем на газ и начнем резко ускоряться на высоких оборотах мы слышим двигатель как он работает это не критично но его слышно общее ощущение что шумоизоляция есть в этой машине потому что мы не слышим что происходит вокруг нету какого-то скрипа от пластика все стоит монолитно все мягкое очень классно что здесь есть встроенный видеорегистратор ничего не нужно дополнительно покупать устанавливать все уже здесь на месте просто ставим флешку и на бортовом компьютере можно регулировать делать снимки извлекать файлы выключать либо включать звук то есть все продумано для того чтобы ездить безопасно мое мнение что встроенный видеорегистратор в принципе нужен также как и глонасс по мне даже наоборот на глонасс не нужен потому что я вообще ни разу не слышу чтобы как-то он кому-то помог а вот видеорегистратор который неоднократно выручал людей мне кажется должен быть всегда и так сел сам за собой место для задних пассажиров достаточно есть запас подушка очень широкая могу даже вот так более комфортно скажем развалившись сесть и будет удобно коленками я не упираюсь сзади для пассажира есть кармашка очень удобно есть подлокотник что немаловажно потому что есть одноклассники у которых нет подлокотника здесь же подстаканники расположен он правильно по наклону я имею ввиду потому что бывает иногда он регулируется вместе со спинкой это неудобно здесь руки есть куда положить стеклоподъемники ручка открытия двери все это разумеется на своем месте также сделано в отделке chrome вот этот вот темный здесь здесь и сам стеклоподъемник есть опция которая не позволяет открыть дверь если вдруг сзади будет кто-то ехать то просто не сможете сделать ручка для пассажиров из приятных особенностей есть дефлектор для задних пассажиров тут их 2 один в одну сторону можно направить другую в другую надпись exit конечно же говорит о том что это exit 2 юсб обычный юсб тайп си которым мы активно пользуемся всегда для зарядки также есть обогревы сидений в трех режимах что немаловажно место здесь много и для центрального пассажира нету практически тоннеля есть подъем буквально сантиметр но он даже не ощущается если посмотреть то внешне машина не сильно изменилась все та же форма узнаваемые линии в принципе кузов который был до рестайлинговый он не устарел морально выглядел современно здесь просто с учетом некоторых добавленных элементов машина выглядит еще современнее изменилась полностью вот эта решетка она стала выглядеть намного современнее добавили вот эти вот ходовые огни противотуманки все это немножко просто изменило свое расположение все также монофонарь который объединяется вот это светодиодная полоска не могу сказать что это мне нравится и видел неоднократно как всякие разные тюнинговые решения применяется вот к этой полоске и и заклеивают в черный какая то есть пленка которая не просвечивает и принципе выглядит неплохо но это опять же на любителя и я не могу сказать что и во включенном виде как-то это некрасиво диски остались такими же какие были двери закрывают пороги это все те же самые важные приятности которые без которых мы уже exit не видим все те же красные суппорта сразу могу сказать мне это не нравится я это премиальным не считаю но это опять же мое личное мнение многие люди любят многие сами красть суппорта поэтому на это сильно не обращаем внимание сразу могу сказать багажник здесь небольшой всего лишь 412 литров и в разложенном виде 1113 багажник такой небольшой за счет того что производитель больше хотел сделать упор на задний ряд для того чтобы задним пассажирам было комфортнее и посмотрите в разложенном виде с разложенными подголовниками до сидений все равно очень много места это немаловажно потому что иногда для того чтобы открыть вот это сиденье нужно этот подголовник куда-то деть потому что он просто не умещается здесь с этим проблем нет и это как раз сигнализирует о том что здесь очень много места до багажник небольшой но опять же смотря с чем сравнивать мне для моих потребностей этого бы хватило вполне я даже вижу что обычная средняя коляска залезет легко здесь мягкая шторка который тоже можно убрать и еще освободиться немного места подсветка крючки все на месте здесь не докатка полноценное полноразмерное колесо на таком же литом диске это кстати немаловажно потому что в основном на этом производители экономят и раньше корейцы всегда очень сильно брали вот это вот фишка я помню людям показываешь на выдаче что у них запасное колесо такой же диск и они прямо в восторге потому что диск в среднем но не меньше двадцатки стоит точно если один повредил раз у тебя тут есть запаска такая приятный бонус очень важно что здесь многорычажная подвеска причем и на переднем и на полном приводе за счет этого также автомобиль рулится хорошо и так что мы можем сказать про обновленный exit lx до внешне он не сильно требовал каких-то изменений но те которые здесь есть они действительно пошли ему на пользу и он стал выглядеть современнее если мы посмотрим на изменения в салоне то да они колоссальные они вообще сделали машину совершенно другой первонаперво суть этого рестайлинга и вообще то что я действительно заметил это то что они наконец-то отделили exit от черри и здесь мы видим премиальность видим какой-то другой автомобиль и он реально отличается от черри и нету элементов тех даже того же некрасивого руля который раньше был и там и там одинаковый вот это важно и это обновление передает ощущение дороговизны и ощущение нового достаточно недешевого так скажем автомобиля ну а если мы посмотрим на автомобиль с технической стороны то здесь все те же проверенные временем агрегаты с 2020 года эта машина продавалась у нас так же как и раньше так и сейчас семилетняя гарантия либо 200 тысяч пробега в принципе там к роботу к двигателям особо каких-то массовых проблем я такого вообще не слышал да есть некоторые нюансы бывают разные моменты гарантийный случай и прочее в интернете это все есть но это не так массово как там у того же ford focus например с как это с power shift он который я три раза менял за 50 тысяч пробег автомобильный обзор нам предоставила компания икар это официальный дилер exit в саратове все модели есть у них в наличии есть автомобиль на тест-драйве вы можете прийти прокатиться пообщаться с менеджером посчитать предложение и выбрать для себя нужный вариант спасибо что посмотрели это видео ставьте лайки пишите комментарии всем пока